Тема урока. Сущность человека как проблема философии. Человек представляет собой сложную многомерную систему, поэтому является объектом изучения многих наук. Одни науки исследуют природную составляющую человека – биология, генетика, антропология. Другие – его социальную сущность – социология, политология и другие. Из социальных дисциплин наиболее глубоко проблему человека рассматривает философия. Необходимо отметить, что среди философов нет единого мнения по вопросу о том, что такое человек. Греческий философ Протагор говорил, человек – мера всех вещей, то есть он настолько индивидуален, что к нему нельзя подходить с какими-либо шаблонами. Некоторые мыслители подчеркивали биологическую сущность человека. Например, Платон утверждал, человек – двуногое животное без перьев. Русский философ Соловьев, напротив, считал человека в первую очередь высокоразвитым социальным существом. Человек – существо социальное, и высшее дело его жизни лежит не в его личной судьбе, а в социальных судьбах всего человечества. Современный философский подход в изучении человека состоит в том, что человек рассматривается как вершина эволюции, раскрытие творческого потенциала природы и общества. То есть его сущность – это единство биологического и общественного. Различное сочетание природного и социального уровней человека можно проследить в понятиях индивид, индивидуальность, личность. В социологии индивид – это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель уникальных врожденных и приобретенных качеств. Индивидуальность – это сочетание неповторимых качеств человека. Личность – это человек как субъект социальных отношений, обладающий совокупностью социально значимых черт. В науке существует мнение, что индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают. В человеке связаны биологическое, социальное и духовное начало, поэтому исследователи выделяют три группы соответствующих потребностей человека. Необходимо отметить, что удовлетворение природных потребностей у человека отличается от действий животных. Во-первых, он может контролировать свою физиологию. Несмотря на голод, он не станет есть продукты в магазине, а сначала их купит. Во-вторых, удовлетворение биологических потребностей человека культурно обусловлено. При питании человек пользуется столовыми приборами, пища проходит тепловую обработку. Животные, как правило, полностью подвластны инстинкту, а человек подчиняется общественным нормам и собственному разуму. Итак, человек находится в универсальной связи с природным и социальным миром. Всю полноту отношений с природой и обществом человек реализует через деятельность, активное целенаправленное преобразование окружающего мира. Она всегда носит социальный характер. Так же, как и активность животных, она осуществляется ради удовлетворения определенных потребностей. Но животное действует целесообразно, инстинктивно, а человек ставит перед собой цель как идеальный образ результата, которого он хочет достичь. Поэтому деятельность неотделима от мышления, рационального познания. Разум — это еще одно важнейшее отличие человека от животного. Уровни и формы мышления разнообразны. От обдумывания простейших житейских ситуаций до научных прогнозов развития Вселенной. Оно пронизывает всю деятельность человечества, позволяя ее упорядочить и организовать. Мысль может быть выражена в поступке, картине, музыке. Но главным средством ее выражения является язык. Он развивался поколениями сменявших друг друга народов, жизнь которых протекала в различных природных и общественных условиях. Взаимодействие народов между собой вело к обогащению речи и различным заимствованиям. Благодаря языку различные виды деятельности могут быть переданы от поколения к поколению, а также от одного народа к другому. Таким образом, современная наука рассматривает человека как венец эволюции. Рождаясь беспомощным от природы существом, он в процессе социализации приобщается к обществу, его нормам и ценностям, становится личностью. Человек овладевает знаниями, которые необходимы ему в разнообразных видах деятельности, развивает разум и речь. И вместе с тем он не утрачивает свою индивидуальность, а обогащает ее, делает ярче. Настоящая личность находится в постоянном развитии, меняется вместе с обществом. Это условие определяет разнообразие философских подходов к проблеме человека.